Приветствую вас. Мне видится достаточно простой и одновременно сложный ответ на ваш вопрос. Простой, потому что, в общем-то, такая глобальная внешняя проблема, внешняя причина, почему вы себя так чувствуете, стала мне ясна. Уже, ну вот, после прочтения первых, первых строчек вашего текста. А, сложно, потому что есть большие сомнения относительно того, пойдете ли вы на то, что я вам говорю, на то, что я вам скажу, вот, ну, согласны ли вы будете действовать так, как я вам говорю, и вообще согласитесь ли вы с моей позиции. Потому что, как показывает практика, да, далеко не все родители, даже если у них вот есть какие-то откровенные проблемы, вот, соглашаются что-то делать, соглашаются что-то менять. Ключевой аспект вашей проблемы, на мой взгляд, заключается в том, что вы воспринимаете своего ребенка и себя, как единое целое-целое. И вы, и ваш ребенок для вас, это единое целое. И вот данный аспект является неприемлемым. Когда вы говорите такие слова, что мы не спим, мы капризничаем и так далее, на мой взгляд, это свидетельствует о чрезмерной вашей эмоциональной связи с ребенком. Чрезмерная эмоциональная связь с ребенком ничем хорошим для вас закончиться не может, потому что от этого страдаете и вы, от этого страдает и ваш ребенок тоже. Поэтому здесь, значит, ключевой момент включается в том, чтобы вы отделили себя от своего ребенка. Это важно, это необходимо, это жизненно важно для вас и для, ну, жизненно важно для вашего ребенка. Потому что в противном случае у вас будут серьезные проблемы, и они уже есть. Да? То бишь, обратите внимание на отделение себя от ребенка. на отказ, отход от позиции, что вы, допустим, неразрывно связаны с ребенком. Я имею в виду, с ребенком, я имею в виду. Вот. И отделяйте уже пора себя от него. То есть, есть вы, есть только вы, есть вы, значит, ну, есть ваш ребенок. Все. Тут как бы это очень важный момент. Второй момент, это то, как вы общаетесь, значит, со своим ребенком. То есть, второй момент, это именно то, как вы взаимодействуете со своим ребенком. Подволяете ли вы ему, например, плакать? Подволяете ли вы ему, ну, проявлять себя? Подволяете ли вы ему это все? На мой взгляд, это важно. То есть, как бы, ну, считаете ли вы, допустим, считаете ли вы, что он не должен этого делать? То есть, здесь, мне кажется, есть какая-то вот попытка подчинить ребенка, ну, себе, да, есть какая-то попытка заставить ребенка делать то, что он обязательно вы хотите. Вот. И, соответственно, это является серьезной проблемой для, опять же, вас. Потому что, ребенок, он не будет делать то, что ему не хочется. Например. То есть, если, грубо говоря, ребенок не спит, да, не хочется здесь спать, то зачем его заставлять? То есть, вряд ли вы, значит, ну, даете ему какой-то, какой-то плюс, вот, тем, что пытается заставить его спать. Хотя он этого не хочет. Например. Вот. Следующий момент, который очень важно определить, да. Следующий момент, который важно определить, это момент, в чем конкретно для вас выражается, скажем так, депрессивность. Вот. То есть, что, и что конкретно вам тяжело. Что конкретно вам дается, дается с трудом. Вот. Дальше. Дальше. Значит, так. Вы пишите, что бессонные ночи и капризные днем выводят меня из себя. Если ребенок капризничает, значит, в вашем воспитании есть что-то, ну, то есть что-то не то. То есть, как правильно сказала коллега у спокойной мамы. Вот. Значит, спокойная, спокойный ребенок. Вот. И, соответственно, вы чем-то не спокойны, вы чем-то не удовлетворены, возможно, и, соответственно, с этим уже нужно работать. Если вы, конечно, хотите. Условно говоря, из вашего состояния не нужно выходить, его нужно раскрывать. На мой, по крайней мере, взгляд, по моему мнению, из него не стоит выходить. А вот раскрыть его вполне себе можно и нужно. Вы говорите, что вы хотели ребенка. Ну, вы говорите, что он вам, он для вас был желанным. Но для чего? Почему вы хотели ребенка? Какие ожидания вы возлагали на него? Это тоже необходимо понять. Какие потребности вы пытались, а, может быть, и пытаетесь реализовать, значит, с помощью него, с помощью ребенка. Давайте этот момент тоже постараемся рассмотреть. Дальше идем. Значит так. Выводит меня из себя. Капризы, капризы днем выводят меня из себя. Пишите вы. Почему? Чем конкретно выводят капризы вас из себя? По какой причине капризы выводят вас из себя? Мне кажется, что данный аспект тоже нужно исследовать. Необходимо понять, как вас это выводит из себя. Почему вас это выводит из себя? Вот. Что конкретно вас, например, задевает? Если задевает. Да? Потому что, ну, совершенно ошибидно, что на вас это влияет. И влияет достаточно сильно. Значит, нужно поисследовать, как влияет, и почему вы так реагируете. Дальше. Эм... Кстати. Так. Мне кажется, черная пола... Эээ... Так. Иногда я реагирую целыми днями, не могу остановиться. Почему? Потому что вы чувствуете себя, полностью принадлежащей ему. Эээ... Судя по... Тому, что я увидел. Вот. То есть, вот, ээ... Судя по тому, что я увидел, вы чувствуете, что... Ээ... Полностью... От него зависите. Полностью... Ему принадлежите. И... Ээ... Вообще, больше... Эээ... Как бы... Ничего не можете. Ни на что не способны. И... Ни на что не... Ни на что не имейте права. Вот. Это, в общем-то... Ключевой момент... Который я хотел бы... До вас донести. Вот. Вы не чувствуете себя свободной. Если... Вы не чувствуете себя свободной. Вот. То... И не будете... Не будете счастья, конечно. Что-то вам... Помогают... Вот... Эээ... Как вы говорите... Ну... Семья... Помогают ваши родные. Этого мало. Потому... Потому что... Вы сами себя свободно не чувствуете. Вот. Ну... А не чувствуете вы себя свободной. На мой взгляд. Потому что... Через-чур много от себя требует. Вот. Слишком. Я бы сказал. Слишком. Слишком. Много. Вы. От себя. Требует. То есть... Ваши требования, они... Неадекватны. Ну... И именно... По отношению... К... Себе. Ну... Вот. В принципе... В принципе... Так можно... Вам... Наверное, ответить. А... В целом... Вероятно... Проблема заключается в... Самооценке... Вашей... В... В... На мой взгляд... Эээ... В неверном... Эээ... Эээм... Позиционировании... В неверном позиционировании... Эээ... Ээ... Материнства. То есть... Ну... Как бы... Неправильно вы... Эээ... Эээ... Понимаете... Материнство. Оно для вас... Эээ... Эээ... Представляется искаженным. Эээ... 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 крайне негативные, потому что ваш организм, он естественно защищается, он естественно хочет себя защитить, потому что вы действуете себе во вред. Вот, я думаю, что ребенку желательно предоставить больше свободы, вот, чтобы он все-таки как-то больше принадлежал сам себе, да, вот, либо предавать его родным, вот, вам виноватно заботиться о себе, вот, раз такая история происходит, вам необходимо заботиться о себе, вот, для того, чтобы вы могли дать ребенку то, что ему нужно, а именно здоровую маму, вот, и отсутствие, например, негатива, вот, а вот сейчас пока что негатив чувствуется достаточно сильным от вас, вот, я не говорю, что его не должно быть вообще, вот, не говорю, что его не должно быть совсем, вот, но, тем не менее, тем не менее, вот, такая вот история, такой, ну, такой вариант, на мой взгляд, на мой взгляд, соответственно, подумайте, подумайте, как и что могли бы вы сделать, вот в этом направлении, чтобы ограничить, допустим, себя от чрезмерного растворения в ребенке, вот, ага, значит, вот, соответственно, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задают. Если у вас депрессия, то все-таки нужен диагноз, что это нужно, чтобы у вас, ну, был, был диагноз, ну, вот, то есть, чтобы вам назначили лечение, вот, потому что без лечения, если у вас действительно есть проблемы с, ну, депрессией, допустим, вот, что обычный, обычный психолог, психолог вам здесь не поможет, да, но у нас все-таки именно терапия, вот, в том числе нужны препараты, вот, так что здесь вам, вам желательно бы отнестись к себе очень внимательно, стрепетно, не обесценивать и не принижать то, что вы чувствуете, то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, сейчас, потому что если от этого обмашиваются, то ситуация может стать еще более запущенной, а значит, и более тяжелой, и в этом случае ребенку вашему будет еще тяжелее, вот. Вот, вот, в принципе, на мой взгляд, таков, может быть, таким, может быть, ответ вам на вопрос. В целом, мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы немножечко так ответили нам на вопрос о том, как вам видится работа с психологом, да, то есть, вот, вы правда считаете, что, ну, допустим, ответив на ваш вопрос, мы сможем... помочь вам, вот так, через, через вот такой ответ, в какой форме. Так что, озаботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье, кроме вас этого не сделает никто, вы отвечаете не только за себя, но и за своего ребенка. Это требует, конечно, от вас некой такой обратной связи, более активной и более подробной. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.